Я сделал свое дело и все, больше ничего. Я получил не то, что получил удовольствие, наверное, я купался в каких-то моментах роли. Это просто я делал с друзьями. Друзьями, кланов мы работали, режиссер, это мой давнишний друг, ближайший, с которым я начинал. Мы вертикаль с ним делали, я слава говорю. Вот и все. И так случилась эта история, чтобы нам вместе поработать, на интересном материале. Поставить какие-то вопросы, это уже другое дело. Так, оценивать я никогда. И никогда, поэтому вы обратили внимание, что со мной нет ни интервью, ни моих высказываний по этому поводу. А? Ну не образ, вот я вам об этом и говорю. Ну образ-то, ну что, как я вообще отношусь к самому же главу? Ну это же видно по тому, как я его сыграл. Вы знаете, этого вы меня не выводите, и не выводите. И не потому, что я так, я ушлый человек, я не буду никакие, вообще интервью никаких не даю. Если вы обратили внимание, поначалу они не хотели, теперь уже я не хочу. Потому что всегда это переврано, всегда это, и они натягиваются. Например, журналисты почему-то всем одинаково дают выражаться. Все такие умные, почему-то думают журналисты, что их язык, это и есть язык интеллигентов. Вот они когда берут интервью, и обратите внимание, что у них все совершенно одинаково говорят. Ваши творческие планы. Я думаю сегодня, что завтрашние, и все почему-то совершенно одинаково, это их журналисты так исправили. Они, возможно, и говорили какие-то вещи, которые их беспокоят и волнуют. Я не буду давать интервью по поводу этого кино. Обещаю вам, что вы не прочтете ни одной из трагин и его отношений. Я делаю свое дело. Вот и все. Вот если вам заставил, да. Я вам сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что у нас не было ни одного произведения на послевоенную тему сразу после войны, особенно на эту. У нас было масса инспекторов уголовного розыска, игравших в события послереволюционные. И ни одного фильма, стилизованного под ту эпоху. Вы, вероятно, просто никогда не видели ни одного стилизованного под эту эпоху произведения. Ни на сцене, ни в кино. И поэтому вам показалось, что это похоже на то, что делается, как было. Хотя, кстати говоря, это очень похоже на 30-е годы. А про 30-е годы немножечко было похоже. Но так оно и было. Ведь война только прервала. В это время же ничего не поменялось. Даже моды еще чуть-чуть остались предвоенные, понимаете. Так что в этом смысле-то вы как раз правильно его и не заметили. Хотя я не понимаю, как, потому что вы сейчас молодой. Да готовится все. Я готов. Слушай, Глеб, как это у тебя все здорово получается? Быстро, ловко. Вот мне бы так научиться, а? Тебе надо усвоить работу со свидетелем. Со свидетелем? Ну, конечно. Потому что в каждом, даже самым тайном делишке, всегда ты ищется человечек, который что-либо слышал, что-либо видел, что-либо знает, помнит или догадывается. И твоя задача все эти сведения из него выудить. Глеб, вот почему ты эти сведения не умеешь выживать, а вот, скажем, Коля Тараскин не умеет. Потому что Коля Тараскин молодой еще. А потом Коля Тараскин не знает шесть правил Глеба Жеглова. Тебе так и быть скажу. Так, правило первое. Запоминай, повторять не стану. Затверди, как строевой устав. Разговаривай с людьми. Всегда улыбайся. Понял? Люди это любят. А оперативник, который не умеет влезть в душу к свидетелю, считай, что он зря получает рабочую карточку. Запомнил? Запомнил. Вот. А теперь правило второе. Будь человеку внимательным и старайся подвинуть к разговору об нем самому. А как это сделать? Как это сделать? А вот для этого существует третье правило. Найди тему, которая ему интересна. Ничего себе задачка. Для незнакомого человека. А, а вот для этого существует четвертое правило, которое гласит, проявляя к человеку искренний интерес. Вникни в него, узнай, чем он живет. Это, конечно, трудно. В общем, попотеть придется. Но зато, если ты это сможешь, он тебе все расскажет. Вот Сенька Тузик детекторный приемник и делал. Да, я ему... Ага, спасибо. А я ему однажды катушку для сборки под... Длина от сапоги. Я так, что-то... А он мне за это... А за это... А он мне за это... В общем, ну... ... Продолжение следует...